4 ноября или 7 ноября? День народного единства или день согласия и примирения? Корреспондент Инфокс.ру задался вопросом, стал ли введенный 3 года назад выходной день именно праздником? И если да, то каким же? День независимости. День всепрощения. День защиты от поляков. Что-то знакомое, но точно не могу сказать. Может, что с горным связано? Я знаю, что это совершенно какой-то странный праздник, поэтому даже не утруждала себя тем, чтобы запомнить его название. А к какому историческому событию он приурочит? Ну, я не знаю. Мне стыдно. Репрессии и войны. Сейчас на самом деле праздников столько придумали, что даже не могу затрудняюсь ответить. Официально День народного единства установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов. Хотя историки спорят с такой интерпретацией событий. 22 октября 1612 года, сейчас это 4 ноября, дружины народного ополчения взяли Китай в город. Позже этот день стал ассоциироваться в народной памяти с избавлением всей России от поляков. До революции его отмечали, а затем он забылся. Это освобождение Москвы, вход второго ополчения под руководством Минина и Пожарского в Кремль, который был сдан сидевшими там в осаде, так называемым правительством Семибоярщины и польско-литовским гарнизоном. Дата эта несколько условна. На самом деле праздновали, конечно, День иконы Казанской Богоматери. Современники быстро забыли об освобождении Москвы Мининым и Пожарским. Для них было гораздо важнее, что в 1613 году на Земском соборе избрали первого Романова. По мнению историка Юрия Эскина, спустя многие десятилетия, уже в 19 веке, России потребовались новые народные герои и о событиях Смутного Времени снова вспомнили. Появляется нужда в создании некоего пантеона героев государства российского. И вот в этот пантеон органично входят и, конечно же, князь Пожарский и Казьма Минин. Конечно, нельзя сказать, что наши современники совсем ничего не знают о Смутном Времени. Кое-что они смутно помнят из учебников истории. Но тосты за праздничным столом в честь купца Минина и князя Пожарского уже не звучат. День единения народа. Да, народное единство. А к какому историческим событиям привлечь? Освобождение Москвы от, как сказать, пустых инструментов. Насколько я помню, это связано с поляками, когда с помощью Минина Пожарских и вообще людей, народа, все схватились и прогнали захватчиков, освободили Москву. День? Какое, Наталья Бавловна? Примирение. День единения. А к какому историческому событию посвящен? Ну, вот, наверное, не знаю. А ты поляков освобождение. А, освобождение от поляков в 612 году. Разнос. Знали? Разнос. Продолжение следует... Продолжение следует...